Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Эксэгет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы с вами разберем один единственный стих Священного Писания, где каждое слово Духом Святым дано нам через божественных учеников и апостолов Спасителя для того, чтобы вести нас в жизни вечной. И на этом пути нам важно не упустить даже самое малейшее слово, самое незначительное. Не упустить на фоне того масштаба, который являет проповедь Спасителя, той глубины, которая дает нам какая-то притч. Порой мы можем что-то не заметить просто потому, что не потому, что мы с небрежением относимся к тексту, а потому, что мы стараемся охватить, объять необъятное. А здесь как раз мы проявляем некоторое смирение, говорим, Господи, что-то отдельное мы хотим изучить, понять. И каждое слово, как вот если рассыпать бриллианты, ты же не то, что их там метлой будешь собирать, и там один укатился, другой укатился. Нет, потому что каждый из них это и драгоценность, и красота, и целое состояние. Ты каждый постарайся найти, даже если в какую-то щелочку закатилось, так и здесь, если мы и разобрали какую-то главу евангельскую, и разобрали какую-то притчу евангельскую, разобрали какое-то поучение Спасителя, но что-то мимо нашего внимания ускользнуло, это, возможно, сразу не скажет, но мы упустим ту пользу, которая может упростить нас путь к Царству Небесному. Поэтому сегодня откроем с вами шестую главу Евангелия от Луки и прочтем в ней 36 стих. «Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Стих очень коротенький, и его, на самом деле, сложно не заметить и пропустить, потому что, если мы посмотрим контекст, а, конечно, вырывать фразу из Евангелия, из контекста никогда не стоит, то мы увидим, что Господь перед этим, в принципе, говорит о том, что надо любить врагов, что недостаточно любить, кто тебе делает добро, что какая польза, какая награда, какая заслуга в этом есть, если ты, как язычник, будучи христианином, там только вот как-то в торговлю вступаешь. «Мне помогли, я помог, со мной дружат, я дружу, мне пользу делают, я пользу делают». И здесь некоторый вот такой высокий итог. «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Понятное дело, ну, сразу это обозначим, конечно, Отец ваш, тут имеется в виду не человек, который нас произвел на свет, а, конечно, Отец наш, который Отче наш и живи на небесе, Отец наш, Бог, Бог, Отец, конечно, Господь с большим правом об этом говорит, потому что Он его истинный Отец, а мы не всегда достойны своего Отца Небесного. Тем не менее, это та планка. Эта планка самая высокая, потому что Господь говорит вначале так простую фразу, ну, вот, что вы, если что хотите себе, то и другим делайте. Ну, общее философское соображение, оно такое общекультурное, оно в разных философских системах выстраивается, а заканчивается через конкретные примеры. «Будьте милосердны, как Отец ваш милосердь есть». Почему надо обратить на это внимание? Потому что перед этим Господь говорит, что тебе надо благословлять и всячески помогать своим врагам, и кажется, ну, это почти невозможно. Да, ну, ладно, ты даже как-то, вот, враг тебе в этот момент не вредит, и ты как-то, а, ну, ладно, как-то, ну, пусть живет, пусть будет проблема. Вот когда тебе враг непосредственно делает зло, боль, вредит не только, там, тебе вот лично, но и твоему делу, то как же тут его благословить? Как Господь на кресте делал, потому что, вот, ну, иудеи его распинали с римлянами, и иудеи, и язычники, весь рост человеческий против него ополчился, и, ладно, страдания, ладно, тебя пытают, ладно, тебя убивают, но тебе ж дают, тебе ж не дают благоествовать людям. Господь, может, еще хотел бы людям дальше открывать божественные истины, вести их в Царство Небесное, а вот эта группа людей ему препятствуется, и все равно Господь за них молится, все равно Господь их всецело любит. Ну, и кажется, вот это самая высота. Нет, самая высота — это вот этот стих. Будьте милосердны, как Отец ваш, милосердь есть. Потому что даже заповедь о любви к врагам — это лишь такая, можно сказать, преступочка, которая может объять наш разум на пути того милосердия, которое почти недостижимо. Почему пасти? Потому что каждый человек скован грехом, однако уже если человек достиг Царствия Небесного, то он может быть милосердным, как Отец наш Небесный Бог милосерден. Вот вспомним, ну, например, святого человека, там, святителя Николая. Тоже человек был со своими грехами. Тоже он заботился, там, несчастные люди, приданные дать вот этим девушкам, которые незавидная судьба была уготована по их просто нищете, раз, там, заступиться за непосправедливо осуденных людей, там, помочь утопающим и так далее. Но все равно святитель Николай, даже если он все держал в голове, ну, скольким он людям мог одновременно помочь, ну, там, сто, ну, 50, ну, организовал что-то, ну, за каждого заступился, все равно он не может быть при жизни святой настолько милосерден, как милосерден Господь Бог, потому что у Бога для этого больше возможностей для помощи. А вот сейчас святитель Николай, ему молятся люди из разных уголков земли, на разных языках, в разное время суток, и он, достигнав своей душой Создателя и достигнув обожения, он уже может на все эти молитвы откликаться и тоже Господу присоединяться в нашем мольбе, в нашем обращении к Нему. И таким образом Господь нам говорит, по сути, с одной стороны, это такая недостижимая цель, о как быть милосердным, как Бог. А с другой стороны, это не только главная загвоздка, но это и ключ, который открывает, решает всю эту проблему, потому что полностью исполнить эту заповедь ты сможешь, если достигнешь Бога, если достигнешь обожения, если достигнешь Царствия Небесного. Соединившись со Христом, соединившись с Богом в вечности, тебе не будет никакой сложности возлюбить своих врагов. Поэтому это одновременно и задача, это одновременно и цель, это одновременно и стимул, который помогает вот маленькие задачи нашего взаимодействия с нашими недругами и вообще со сложностями жизни решать, потому что это нам приуготовано. Как же мы сможем это сделать? Достигнет Царство Небесное, ничего не будет невозможно. Что тут, конечно, максимально сложно, а с другой стороны, дает нам некоторый пример для подражания. Потому что милосердны как Бог. Мы посмотрим на Господа и видим, и посмотрим на себя, что тоже мы бываем милосердны. Ну, как каждый себя любит, конечно, скажет, да-да, я милосерден. Посмотрим, как мы относимся, что тоже когда-то у нас бывает порыв, и мы кому-то хотим помочь. Мы берем там, прочитали чью-то историю, взяли там какой-то перевод, сделали благотворительный. Мы там время свое уделили силы, мы уступили, мы там себе неудобство какое-то сделали. И даже вот как по Евангелию сказано, нам враги сделали козни, и ты думаешь, а сейчас какой-то асимметричный ответ. Сейчас придут ребята, разберутся с твоими обидчиками, а потом думаешь, ну нет, как-то это будет не по-христиански, взял, остановился. И вот, кажется, вот оно милосердие. А в другой момент нет. А в другой момент даже чего о врагах говорить? Даже наши самые близкие, родные люди, они рядом с нами, а мы там просто не выспались, ну или у нас там спор какой-то. И мы там берем, обижаем и детей, и жену. Хотя вот вроде мы же люди милосердные, даже как-то врагам иногда уступаем. Тут как раз одно из тех различий, которые между совершенным Богом и несовершенным человеком. Бог не изменен. Некоторые истины истинных догматического богословия. А человек постоянно меняется. Меняется и во времени, меняется в своем состоянии приближения и отдаления от Бога. Меняется в зависимости от окружающей ситуации. А Бог не меняется никогда. И поэтому здесь вот в понимании этого стиха нам практически совет от Христа, по сути, вот быть неизменными. То есть Господь, если мы отмотаем назад и посмотрим предшествующие стихи, Он, по сути, на примерах это поясняет. Он же говорит, ну вы же там, кого вы любите, вот вы хоть как-то любовью на любовь отвечаете. Они вам любовь, вы им любовь. Да, и поэтому человеку, который даже там злится на домашних, нет, он при этом потом, ну и просит прощения, и как-то старается о них заботиться, перевесить все-таки свои заботы, лаской. Даже тот негатив, который он выдал в отношении любящих людей. А вот Господь показывает, что, а Бог, Он, поскольку, абсолютно неизменен. Для Него не важно. Человек против Него, человек за Него. Господь всех любит. Господь ко всем относится одинаково. Как тоже, вот что солнце светит и на добрых, и на злых, так и Господь свою благодать всем не спосылает. Тут, можно сказать, минуточку. То есть, получается, не важно, как мы там себя ведем, и Господь славит в дно, милосерд, важно. Иначе Господь, наш Иисус Христос, не давал нам задачи быть, как Бог-Отец, таким же милосердным, таким же неизменным, постоянно. Просто разное будет милосердие. Не разное милосердие, что как-то Господь кому-то более жестокий, это тогда уж какая-то натяжка будет философская. Нет, Господь всегда для всех выберет лучшее. Вот ты идешь все-таки по пути спасения, но грешишь. Господь тебя любит. И Господь для того, чтобы тебя удержать от греха, потому что видит, что твое сердце к нему стремится, возьмет и тебе пошлет какое-то испытание. Прошлет тебе проблему, болезнь. Пошлет какую-то атаку недругов на тебя. И ты думаешь, Господи, за что? Начинаешь думать, находишь свой грех. Каешься в нем, исправляешься, идешь дальше по пути спасения. А если бы ты не пошел по пути этого греха, более бы ровно прожил. Что можно сказать, Господь тебе где-то мстил? Не мстил Господь, наоборот, по своему неизреченному милосердию, которое постоянно. И когда ты грешишь, он тебя любит. И когда не грешишь, ты любишь. Но просто с тобой по-разному взаимодействуют. Или человек, он в принципе не то, что не хочет пути спасения, а идет только непосредственно по пути греха. И Господь берет, его там жизнь обрывает. И кажется, как же человек, он там, мало ли там от передозировки наркотиков, на какой-то бандитской разборке погиб, что он в этот момент был лучше всего готов к встрече со Христом. Там действительно, Господь милосердный, он понимает, что грехи будут только нарастать. И надо остановить. А не вот человек какой-то жертвенный, человек любящий, человек заботящийся. Почему раз Господь его жизнь обрывает, и тоже он бы стольким еще пользу принес, это ладно, что он там его наркомана-бандита остановил. Чего же этот человек умирает? Так и здесь Господь, поскольку он абсолютно милосердный, наши внешние факторы для него не так важны, наши земные факторы, он просто видит, уже человек достиг Царствия Небесного, в своей жизни. Зачем его дальше здесь, на земле, держать? И то же самое, конечно, про нашу посмертную участь. Потому что тоже не нужно думать, что Господь, когда грешников отправляет в ад, это значит, что как-то Господь их не любит. Господь дает каждому то, что человек хочет. Грешнику, если он попадет в рай, для него этот райский свет божественной любви будет куда большей пыткой, чем скрежет зубовный в компании сатаны и падших ангелов в воду. Ну или как тоже есть новомодная такая теория, что, ой, ну не, вот будут существовать праздники, а грешники, ну они просто перестанут существовать. Но это тоже некоторое недоверие Богу, что вот несуществование, оно лучше, чем существование даже в каких-то адских пределах. Все равно Господь всегда милосерден. Но наша задача его милосердию соответствовать. И если мы будем милосердны так же, как Бог, то мы вечность будем проводить вместе с Ним, в том милосердии, в милосердии райского блаженства, а не в местах, где милосердие – это лишь некоторое снисхождение и поддержка существования грешников. Субтитры создавал DimaTorzok